Волноваться и беспокоиться – это вообще не способ жить, это способ умирать. Почему человек волнуется и беспокоится? Потому что он не хочет работать. Есть два способа действовать – или волноваться, или молиться. Люди чаще всего выбирают волноваться. Означает просто лень, психическая лень. Волноваться легче, чем молиться. А волноваться – это портить всем жизнь, это не способ жить вообще, это способ портить всем жизнь. Когда человек волнуется, он не помогает, он только мешает. Если хочешь помочь, помолись за человек. Не хочешь вообще, не думай об этом. Но если ты начинаешь волноваться, значит ты мешаешь уже, не помогаешь. Женщины волнуются, мужчины раздражаются. Это одно и то же. Этот способ – мешать, а не помогать. Если вы, допустим, решили помочь человеку, у вас близкий человек неправильно себя ведет, вас это раздражает. Что дальше надо делать? Кто хочет ответить? Поднимите руку. Микрофончик. Сейчас мы разберем эту тему. Так, микрофончик у нас. Так, что нужно делать? Наверное, молиться. Сначала вот вас человек раздражает, что нужно сделать. Вот вы рядом с ним стоите, он вас раздражает. Садитесь. Отойти и молиться. Да, отойти. Не надо с ним разговаривать в это время, правильно? Да. Обычно что делают люди? Они продолжают разговаривать. И нарастает вот это недовольство, раздражение, гнев. Надо отойти от него. Вы в раздраженном состоянии не поможете. Помощь всегда возможна внутри энергии любви. Вы хотите дать знание человеку? Помощь означает дать знание. Объяснить что-то. Помощь находится внутри энергии любви. Сначала надо окружить энергией любви, пространство своего ума. А потом уже пытаться помочь. А если вы подходите, вас опять раздражение вызывает, значит, у вас не хватает силы помочь. Вам вообще не надо тогда к нему подходить. Вы по-любому не поможете. Итак, вы молитесь. Что во время молитвы вы пытаетесь понять, сделать с собой? О Боге молюсь. Да, вы думаете о Боге. И проблема же сидит внутри. Раздражение остается. Она уходит, это раздражение. Я же мыслями уже к Богу прихожу. Правильно. Раздражение уходит. Раздражение уходит. И дальше что вы делаете? Я могу подойти потом к этому человеку. В каком случае? Когда ушло раздражение. Если вспоминая его, раздражение не появляется. Вот смотрите, то есть между вами есть проблема. Это так действует карма. Проблема означает задача. Задача какая-то. Нам нужно решить проблему. Так? У нас есть задача. Я молюсь. Сама по себе я успокоилась. Но когда я вспоминаю человека, вспоминается и проблема. И когда это все вспоминается, раздражение опять приходит. Что это значит? О том, что надо, наверное, еще молиться. Да, у меня не хватает энергии любви. Святости энергии не хватает. Вот этой вот, которой я контактирую. Не хватает энергии любви, чтобы решить эту проблему. Так? Я начинаю молиться дальше. Вспоминаю человека и чувствую, что мне тяжело, но в принципе возможно с ним уже поговорить. Тяжело, но возможно, потому что уже хватает сил. А если спокойно можешь поговорить, то можешь даже пошутить на эту тему. У меня жена всегда беспокоила меня тем, что она когда вешала белье, ну, сушить, она вешала так аккуратно, что если я мимо прохожу, ее это сильно беспокоит. Она говорит, не ходи возле белья. Не ходи возле белья. Ну, меня напрягало это. Ну, вообще, как бы, квартира сужается. Там нельзя ходить, туда нельзя ходить. Все, как бы, все контролируется полностью чистотой. Я начал молиться и успокоился. И до такой степени, как бы, мне это стало безразлично, что у меня такая в сердце шутка вылезла. Когда она в очередной раз мне сказала, не ходить, вот здесь не ходить. Я встал возле белья вот так вот и показал, как она себя ведет. Шутку так делала. Она долго смеялась потом. Вот так вот показывал. И ходить возле белья так. Показал. И тогда проблема решилась уже. Мне не захотелось ходить возле этого белья, а ей не захотелось меня мучить. Мы решили вопрос. Но если бы я начал выяснять отношения, это моя квартира, я имею право ходить возле белья, везде имею право ходить. Ты опять стоишь? То тогда в этом случае проблема увеличивается. Можно ли силой заставить человека подчиниться себе близкого силой? Можно? Можно, но это приведет к увеличению вражды. Конфликт зайдет внутрь, вглубь. А иногда и нельзя. Вот мою жену невозможно силой заставить подчиниться. И духовный учитель, у нее духовное имя дал ей. Джаянти. Джаянти означает непобедимая. То есть он уже по духовное имя говорит о том, что побеждать бесполезно. Вариантов нет. Силой бесполезно побеждать. Многие женщины непобедимые. У них характер, когда твердый у женщины, с ней ничего не сделаешь. Легче убить, чем подчинить. У многих женщин так. Это женская природа очень твердая внутри. Непреклонная, твердая у женщин природа. Особенно, когда грубо нажимают на женщину психически. Она чувствует грубое давление на себя. Она восстает внутри, и у нее все напрягается. Она не может это принять вообще никак. Бесполезно. Точно так же, когда женщина эмоциями давит на мужчину, тоже у него все восстает внутри. Он не может это принять. Начинает скандал. Причина, почему люди давят друг на друга, как вы думаете, какая? Кто знает? Ну, нет любви, правильно, да. Ну, у нас все-все причины нет любви. Но почему люди давят именно друг на друга? Почему они давят? Желают наслаждаться, это факт. Из-за наслаждения, из-за привязанности они давят друг на друга. Не могут оторваться друг на друга. Мы разжег с женой поссорились, идем в святом месте, на гангу купаться вдвоем, идем. Поле такое, красивые цветы, все красиво так очень. И мы такие нахмуренные идем, поссорились. Вот. И там такие мангусты есть, длинные такие зверьки, большие. Длинные такие, хвост вот такой длинный, и зверек еще сам длинный. Такие длинные они, вот такой длинный примерно. И два мангуста такие, прямо на дороге перед нами, такие вот поле огромное, столько места, и они друг за другом бегают и фыркают друг на друга. Вот так кругом. Вот так вот бегают и фыркают друг на друга. Хотя места много, можешь побежать в другую сторону. Нет проблем. Не на кого фыркать будешь. Почему они вот друг за другом бегают и фыркают? Ругаются тоже, поссорились. В чем дело? Потому что они привязаны друг к другу. они требуют счастья друг от друга хотя счастья много огромное поле столько природы счастья немерено вокруг и я начал смеяться когда я начал объяснять почему я смеюсь и сразу помириться тут же потому что смешно потому что люди ну если ты как бы что-то не нравится тебе в отношениях но иди посмотри на лес на природу подыши воздухом чуть тебе весь мир твой как бы весь мир может подарить тебе счастье но почему-то ты лезешь именно в эти отношения в чем проблема это нас так действует привязанность как раз вот когда ты беспокоишься от человека именно в это время не надо с ним разговаривать также это касается детей тоже раздражает тебя ребенок в это время не надо с ним разговаривать а хочется а не надо а хочется легена 9 а не надо это не воспитание это бить по мозгам ребенку если вы хотите чтобы ребенок был неразумным в раздражении общайтесь с ним единственный способ сделать его неразумным тупым это общаться с ним в раздражении он ничего не будет понимать он будет просто включать защиту реакцию всегда и станет тупым человеком просто все когда люди родители нажимают на своих детей они просто тупыми становятся и все обороняются просто от них и все они не могут ничего понять что ему родители хотят объяснить единство способ понять это говорить ему уже когда ты спокойно относишься к его проблеме ведь недостаток человека означает просто объем работы у него вот есть этот объем работы первая проблема заключается в том что мы не принимаем вообще что люди близкие люди могут чего-то не понимать имеют право вот имеет право человек вообще не понимать чего-то или нет чаще всего мы такого права не даем друг другу даже я на лекциях часто не даю права не понимать вы чем скажете я начинаю смеяться признак тупости надо давать право не понимать что-то любому человеку это право чтобы дать нужно иметь достаточно энергии любви если энергии любви недостаточно то право не понимать не дается вот допустим ребенок имеет право что-то не понимать у него не хватает разума ясно что он много чего не понимает ко мне вот после перед обедом подошел мужчина перед ужином говорит не ребенок козлом обозвал мой чем по заднице сейчас прямо дать такой раздраженный немножко я говорю не надо давать по заднице он же маленький ему всего пять лет не понимает у него есть проблема у ребенка проблема обзываться желание обзываться от проблемы не у есть определенная трудность надо помолиться простить ему когда человек понимает прощение когда прощение что значит оценка объема работы сначала происходит это приводит к спокойствию когда ты оценил объем работы до этого хочется побить вот ребенка это означает боль боль ты испытываешь боль но побив ты его не решаешь проблему ты просто из себя боль выводишь в него переводишь себя боль в него боль а он потом будет переводить тебя обязательно он с этой боли жить не будет он ее тоже тебе будет отдавать назад так люди усиливают боль в отношении и она потом становится невыносимой что нужно сделать нужно начать молиться и вот этот объем работы станет перевариваемым для психики психика его начнет переваривать ну ничего мой ребенок меня называет козлом ничего страшного меня взрослые мои ученики иногда оскорбляют это ничего я тоже переварив думаю но он взрослый но как бы все выросло кроме мозгов пока ну чё дел будем как бы дальше жить нормально надо давать человеку возможность быть младшим давать возможность любому человеку имеет право человек не понимать что имеет право нам трудно очень понимать друг другу вообще в принципе особенно в семейной жизни там же еще карма действует она закрывает глаза карма не дает возможность человека понять кажется что он не прав и все его надо мучить за это не так человек просто не понимает у нее не хватает знания на дать ему такую возможность с помощью молитвы мы можем дать такую возможность первое что происходит мы объем работы принят мой ребенок назвал меня козлом у него такая проблема внутри она решается эта проблема конечно сто процентов и то что он вот такой все все он такой навсегда ребенок нет любая проблема решает с помощью знания то есть сначала мы принимаем с помощью молитвы мы приняли ребенка таким какой он есть вот он такой это капелька любви уже в него вложено первая капелька в любви вложено а потом если у вас совсем все классно будет вы будете прям чувствовать себя очень хорошо в отношениях с этим ребенком надо посадить его рядом с собой и сказать слушай я хочу тебя спросить одну вещь вот ты когда сказал что я козел это я похож что ли на козла или как что-то имел ввиду то есть или просто ты вот обидно тебе было что-то так сказал как бы почему-то так сказал он скажет папа и ты не похож но мне было обидно если вы с любовью спросите он начнет сердце открывать скажет мне было обидно вот ты вот так вот сделал не очень обидно был надо ему сказать ну ты так не говори мне вот такие слова не говори потому что когда ты говоришь у меня нет чувства что тебе обидно у меня есть чувство что я похож на козла мне как бы так кажется начинает казаться я же не похож правильно вот как ты считаешь мне не похож по тогда больше так не говори скажи мне обидно что ты за твои слова вырази свои чувства скажи папа ты обидно делаешь мне вырази свои чувства просто и все или скажи папа если дальше будешь так обидно делать не захочется тебя позвать опять договориться надо ему объяснить как себя вести когда больно начало больно надо ну все по-разному себя ведут знакомый один рассказывал он старший он сидел на лекции нужно лекции значит а сидел и человек начал засыпать и он раз его просто так дотронуться ему до плечу просто до плеча дотронуться чтоб он не спал разбудил этот проснулся на всю лекцию испугался это объем работы просто можно постепенно с помощью общения с этим человеком сделать так что он не будет орать уже когда его будет ну можно подумать что он придурок второй вариант мышлений когда объем работы слишком большой то ты делаешь неправильные выводы о человеке зум просто можно также про ребенка своего сказать тоже все а это означает что комнату не прибираем дверь забиваем просто и не ходим туда все комната безнадежная бывают безнадежные комнаты вот купили квартиру допустим и комната безнадежная там просто такой бардак все перед перекорежена и вну невозможно там смотреть мы забиваем дверь на время пока капитальный ремонт не сделаем так бывает же да но иногда комната не безнадежная а просто там бардак ну сильный бардак допустим но она не безнадежная но так как мы не хотим сердце прибираться не хотим мы забиваем дверь и крест на этой комнате ставим все безнадежная комната бардак мы туда не ходим все хотя просто два часа работа и все и там нормально чистенько аккуратненько так ведь или нет поэтому не надо сразу такие выводы делать вот там все сумасшедший нет он не сумасшедший просто у него есть определенные трудности все которые с помощью энергии любви решается и так чего не хватает нам жизни не хватает знания а друг друге и энергии любви не хватает нам не хватает любви а любовь это имеет духовную природу это духовная только сила и любовь она только с помощью молитвы возможно получить сердце любовь нет никак по-другому не получишь и надо усвоить что в любви мы нищие потому что большинство людей чуть отдышались и опять бой отдышался оригиналь сказал успокоиться и опять туда пояснять отношения но ты любовь получил нет чтоб выяснить и ты любовь достаточную дозу любви получил с любовью кстати приходит и знание сначала человек успокаивается а потом к нему приходит знание как именно надо обращаться к человеку чтобы решить вопрос радостно можно даже радостно решить вопрос как именно на обращаться к человеку чтобы радостно лечить что человека есть свой подход свой ключик каждому человеку есть как в таком состоянии ему легко воспринимать информацию о себе очень легко без напряжения можно воспринять какую-то информацию это объем работы просто все она думает что ее не слышно но мы слышим хотя я не я как бы не обиделся я хотел обидеться и чуть-чуть обиделся даже но так как мы в теме сейчас в теме вот мы поэтому сейчас решаем как вопрос я начинаю думать о святости и пришел ответ сразу это вы простите меня что я обратил на вас внимание хорошо я не должен был на вас обращать внимание хорошо простите меня или нет кто кого будет прощать давайте решаем видите разрядка произошла все засмеялись я вообще вас ничем не обвиняю я использовал ситуацию для объяснения темы просто ведь искра есть как бы есть объем работы так всегда в жизни возникает какой-то объем работы он возникает из-за незнания вот чем незнание заключается человеку кажется что он разговаривает когда отворачивается спиной то никто его не слышит а все слышат это просто незнание все так мы живем у нас есть много незнания каких-то ошибки есть жизни и из-за этих ошибок мы страдаем и портим отношения вот например после первой лекции меня просто замучили желанием консультации потому что у людей я так понял было чувство что мне также нравится давать консультации как им получать от меня это взаимное такое как желание люди не знали что мне очень тяжело как бы давать консультацию вот мне личное общение лично 6 консультаций как одна лекция 6 консультация как одна лекция по по напряжению одинаково примерно но на следующий лекцию вчера очень деликатно люди подходили когда они подходили они говорили олег геннадьевич извините что я вас мучаю но обязательно надо спросить когда человек так спрашиваю сердце хорошо спрашивать видите то есть мы договариваемся и сразу легко становится легче жить легче понимать труд как помочь мужу найти предназначение в жизни а зачем вам надо ему помочь найти предназначение в жизни вот кто спросил а вот зачем вам надо ну-ка микрофончик дайте интересно вот понять зачем вот ему надо найти предназначение но если он мучается значит он уже в поисках они затянулись но вот вот мы выясняем вам зачем надо найти ему предназначение в жизни помочь если он мучается хорошо это же хорошо он мучается и постепенно приходит к своему предназначению а зачем вам надо им помочь мне кажется он удаляется от него не приходит давай я понимаю к чему вы клоните но к чему я клоняю ну что мне надо выжимать а выжимать не из кого а мне надо выжимать же выжимать не из кого ну да то есть вы хотите ему помочь потому что вам не очень классно жить с таким человеком так ну то есть причина почему вы хотите ему помочь заключается вашем эгоизме они стали знать что мне делать а классно супер вот и она поменяла вопрос правильно сейчас задала вопрос она сдала вопрос олег геннадьевич из-за своего эгоизма я хочу поменять мужа что мне с собой делать чтобы мне легче как-то было переносить его вот недостаток так вопрос да звучит нет а как как ему помочь хорошо возвращаемся назад а зачем вы хотите ему помочь чтобы он не мучился а кто мучается а кто больше мучиться вы или он я больше видимо так кому вы хотите помочь тогда нам на моей семье и мне три варианта ответа первый вариант ответа я хочу помочь ему без надега вариантов решить проблему нет отсутствие полное знание что происходит второй вариант я нашей семье хочу помочь мы движемся в правильном направлении третий вариант я хочу помочь себе нет я хочу помочь себе означает данном случае победа кому вы хотите помочь себе правильно что делать избавиться от этого корыстного чувства желание помочь себе данной ситуации понять что муж страдает реально страдать любой мужчина который не знает чем в жизни заниматься он даже может и не осознавать этого до конца но он сильно от этого страдает сильно страдает но если вы раздражены этой ситуации как я вижу сейчас в вашем сердце то вы мешаете ему не помогает я знаю что вы хорошие сто процентов без всякого сомнения мы сейчас говорим о работе они о вас мы говорим для всех сейчас видите как вам трудно эту ситуацию принимать по отношению к себе имеется ввиду трудно первое что нужно сделать нужно в молитве принять мужа вот с его недостатком что ему трудно найти предназначение принять его таким молиться 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 и принять его целиком весь полном объеме с упаковкой когда вы примите его таким в этот момент успокоитесь и вам уже не будет хотеться вообще ему помогать потому что сейчас вам хочется помочь ему корыстно из-за того что вы хотите помочь себе когда вы помолитесь помолитесь примите его вам не хочет не захочется уже ему помогать вообще никак подумать да пусть сам со своей проблемой решать че мучаюсь из-за него вы приняли его все вам не захочется помогать но если вы дальше будете молиться то вы поймете как помогать я уже сейчас чувствую как вам надо им помогать надо подойти к нему и сказать ванечка я знаю как вот тебе тяжело с этой ситуации я понимаю тебя но мы справимся сто процентов мы справимся я уверен что у нас все будет хорошо в этом плане хотя вы в сердце чувствуете что он ленивый человек не хочет искать себе работу не хочет ну лень есть у него но вы принимаете его вместе с этой ленью и просто говорите ему я чувствую что ты скоро найдешь себя я понимаю тебя у тебя все получится видите вам тяжело так сказать правильно потому что вы видите лень одновременно вы не хотите принимать его лень это объем работы но если вы переварите ее в своем сердце его лень тогда в этом случае его лень перестанет быть наказанием для вас потому что когда недостаток близкого человека переварится в сердце то этот недостаток уже не является недостатком семьи но он сейчас недостатком семьи является потому что его лень является наказанием вашим за ваши прошлые поступки в прошлом мужском теле вы тоже были ленивой есть аналогия когда мужчина ленивый женщина перевозбужденная гиперактивная это признак недостатка одного и того же недостатка в разных телах когда женщина перевозбужденная гиперактивная во внешней деятельности мужчина обычно бывает во внешней деятельности очень ленивый женщина должна быть активна во внутренней деятельности в отношениях между людьми у вас нет такой слишком высокой активности в отношениях вам трудно отношения даются но зато вы активны очень во внешней деятельности что является для женщины недостатком этот же недостаток проявляется также не только в вас а в вашем муже этот один и тот же недостаток проявляется в том что ему лень заниматься внешней деятельностью это ваше наказание с прошлой жизни Но если вы будете молиться Богу, то вы примете его этот недостаток и будете его вдохновлять. Вдохновлять означает хорошо к нему относиться и говорить, Ванечка, у нас все получится. Мы с тобой 100% захотим работать скоро. Я буду больше уделять внимание семье скоро, а ты больше будешь работать скоро. Постепенно мы к этому придем, обязательно. Он будет улыбаться, это будет для него как шутка. Но когда вы будете говорить такие слова, у него в сердце будет появляться энтузиазм, меняться в лучшую сторону. Вроде бы такое незначительное воздействие, кажется, что эта шутка никогда не подействует, потому что я уже и орала на него, и так, и сяк, и все равно ничего не меняется. Но маленькая капелька любви дает больше сдвига в проблеме, чем очень сильный нажим жестокостью, который проблему только усугубляет, делает еще хуже. Потому что чего человеку не хватает? Только энтузиазма. Вот мужчине не хватает энтузиазма пойти на работу. Ему не хватает энтузиазма, а он рождается через отношения. Или через его молитву. Но вы можете свою силу вложить, вы можете его простить сначала, а потом в шуточку говорить, давай вместе валяться на постели. Нет, он мне уже разрешил уйти с работы. Сказал, приезжай в семинар, увольняйся, я буду работать. Он так сказал, да? Почему он так сказал? В чем причина? Ну, потому что я не успеваю с ребенком, с домом, послушав ведички. Нет, в чем причина, почему он так сказал? Ну, что-то у него переключилось, наверное. А? Что-то переключилось у него, что он понял, что он сможет нас встречать. Или у вас? Ну, у меня, наверное, тоже. Давайте сейчас проанализируем. Да, мне это сложно. Это для всех очень важно. Здесь работы очень сложно. Давайте проанализируем ситуацию. Вот смотрите, раньше вы не могли вообще переваривать, да, то, что он такой. А потом в какой-то момент вы так спокойно уже, да? Или нет? Ну, потому что это долго уже все длится. Долго длится, и уже вы как-то спокойно, да, к этому относитесь? Ну, я уже поняла, что нет вариантов. Что? Нет вариантов. Вариантов, да. Надо любить, да? Вариантов нет. Ну, я любила всегда, в принципе. Надо принять человека, да, принять. И вот тот момент, когда вы его приняли, вы уже эту работу проделали, только неосознанно. Видите, мы сейчас осознанно пытаемся это все проделывать. А вы уже эту работу проделали. И поэтому он вам так сказал, когда вы уезжали. Он говорит, ты давай увольняйся с работы, а я буду работать. Почему он так сказал? Потому что, наверное, я упокоился. Да, потому что вы по-другому начали, вы переварили эту карму в своем сердце. Вы начали действовать правильно, и у него тоже правильные реакции в сознании пошли. Видите, как здорово. Мы с вами, благодаря общению с вами, потому что вы смиренно принимали все мои слова, мы сейчас огромную пласт работы проделали с залом. Потому что это проблема всех людей, не только ваш. Каждого человека есть то же самое, только в своей сфере. И мы сейчас очень большой объем работы сделали с вами, проделали. Видите, много тонкостей, как бы мы вскрыли. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Мы знаете, к чему с вами подходим сейчас? Мы подходим вот к такой теме. Возьмите дома, когда приедете, возьмите листок бумаги. Напишите на нем все недостатки близкого человека. И разделите. Даже это будет сделать очень сложно. Потому что это запретная зона. Зона, в которой психика не хочет лезть вообще. Вам будет некогда писать недостатки близкого человека на листке бумаги. Напишите, да? Без проблем. Но я сказал только половину задания. Потому что надо на четыре части листочек разделить. На четыре части. Первая часть. Пишем недостаток близкого человека. Вторая часть. Оценка. Насколько я принимаю, допустим, в пятибалльной системе. Не принимаю совсем. Пять баллов. И оценка дальше. Сколько я усилий приложила, чтобы принять. И когда усилия, чтобы принять, станут пять баллов. А недостаток станет ноль. Тогда вы победили. Но еще осталось две графы, да? Вот в следующей графе ваш муж пишет ваш недостаток. И тоже баллы ставит. Этот листочек вы вешаете прямо на стене. И каждый день вы ставите баллы. Что поменялось? Стерочкой стерли. Поменялось вот так вот. Этот я уже вот так воспринимаю. Вот так вот. И так. И работаете. Допустим, муж просто написал, а работать не хочет. Но он заглядывает. Что вы делаете? Он будет каждый день подходить, смотреть. Что? Я выпиваю. Как она к выпивке относится? Уже как бы ноль и пять. Сейчас проверим. Раз. Стакашку загнал. Там написало, что ноль. Как ты? Нормально? Я выпил. Да, мой хороший. Нормально. Что же с тобой сделать? Иди спи теперь. И у него совесть сразу внутри. Когда близкий человек принял, сразу совесть начинает ныть внутри. Потому что ничего не сделаешь с ней. Если близкий человек отработал карму, запишите правила. Если близкий человек отработал свою карму, то мне уже нет санкции его мучить. Вот если близкий человек отработал свою карму, он мне уже простил. А если человек прощает, значит он карму уже отработал. Все. Прощает недостаток близкий человек, карма отработана уже. Все. Санкции мучить его уже нет. Если санкции мучить нет, ты по инерции также мучаешь. То же самое делаешь. Причиняешь ему боль. Пытаешься причинить боль своими нравоучениями или своим недостатком. Но, во-первых, она уже не причиняется в той степени, в которой раньше. Он уже не реагирует так сильно. А во-вторых, после того, как ты это сделал, у тебя внутри... Неспокойно. И, в-третьих, он тебе уже имеет право сказать, слушай, может быть, надо как-то уже с этим что-то делать? Я уже поменялся, видишь, я уже ботинки не разбрасываю по углам. Ну, нечаянно один перевернулся, когда я снял. Ну, бывает. Не такая большая проблема. Тебе надо принять это. Что я, когда с работы прихожу, не замечаю свои ботинки. И поэтому они разлетаются в разные стороны. Прими просто это. Спокойно к этому относись. И она уже думает, что действительно надо как-то вот уже с этим заканчивать. С тем, чтобы ругать мужа по поводу его ботинок. Да? Первый столбец. Недостаток близкого человека. Второй столбец. Делится на две части. Первая часть в баллах, в пятибалльной системе. Как он мне не нравится, этот недостаток. А вторая часть толпца, сколько я сил приложил, чтобы принять его. И вот вы в баллах отмечаете. Вот мне не нравится на пять баллов, а сил я приложил, чтобы принять недостаток близкого человека. Ноль. Ноль. Это значит, что этот недостаток ведет к раздрухе. Он разрушает семью сейчас. Так действует карма. Теперь смотрите, вы постепенно поработали, и недостаток у вас ноль. Вот муж выпивает, а я нормально, спокойно к этому отношусь. Я принял свою судьбу, что у него есть такая проблема. А молитвы, которые я прилагаю каждый день, чтобы принять пять. Это значит, что у него произойдет. Начнет работать совесть. Ему будет стыдно пить рядом с вами. Стыдно станет. Потому что вы отработали свою карму. Санкций мучить вас уже пьянством нет. Не имеет права. И в тот момент, когда ему станет сытно, у него также откроются ушки. Потому что когда вы любовью наполните его недостаток, своей любовью, силой любви наполните его недостаток, у него откроются ушки на то, чтобы слушать. Пусть не от вас, а пусть от тех, кто имеет право это говорить. Вот, допустим, будете включать телевизор. Каждый день муж смотрит хоккей, а вы смотрите лекцию Владимира Георгиевича. О вреде алкоголизма. И он не сможет вам сказать, что нельзя слушать эту лекцию. Потому что совесть ему не позволит. И он будет, проходя мимо, приглядываться. Что там он говорит про мой недостаток. Потому что вражды у него не будет возникать в сердце. Вражда возникает, если вы ненавидите его и смотрите из ненависти этот фильм. А если вы из любви смотрите, он будет подходить, его будет тянуть знание уже, он будет подходить, притягиваться, прислушиваться. Будет интересно. И знание потом разрушит эту проблему уже. Все, полностью разрушит. Но надо обязательно, чтобы он тоже написал все ваши недостатки. Потому что он может не захотеть писать. Это означает, что он не хочет открыть своего сердца. Но через какое-то время захочет. Вы должны написать и постепенно ставить баллы там и все прочее. Но надо завести еще один листок бумаги, на котором надо писать хорошие качества близкого человека. Там никаких баллов не надо ставить, просто надо писать. А потом, открыв еще одно хорошее, еще дописывать. Но придет время, и вы будете вычеркивать плохие качества характера близкого человека. Придет время, и какую-то черту характера плохую вы так вычеркнули из списка. Это значит, что вы побеждаете семейную карму уже, судьбу. И то, что вы вычеркнули, потому что вы закрыли на нее глаза. Нет, вы вычеркнули, потому что она исчезла. Такое может быть вполне. Отношение означает любовь. А любовь означает честность. Некоторые думают, что любовь означает вот это сюсю-пусю. Мы там друг с другом ходим. Ты меня любишь, да? Я тебя тоже люблю. Как пьяные ходят. Ты меня уважаешь, да? Я тебя тоже уважаю. Мы уважаем с тобой, да? Это не любовь. Это подхалимство. Часто люди, когда живут в страсти, у них отношения в страсти, у них даже капельки, капельки честных отношений нет в семье вообще. Капельки даже нет. Это значит, что эта семья 100% развалится. Он также будет улыбаться вам в глаза и ходить и гулять от вас. Точно так же будет делать, как и раньше тоже нежненько разговаривать, а сам там шурмуры строит с другими. Это уже результат вот таких отношений. Знаете, почему ювенильную юстицию вводят на Западе? В чем причина? Ювенильная юстиция – это признак деградации понимания любви. Потому что настоящая любовь, она имеет строгую природу. Настоящая любовь, она соткана из строгости. Я как-то молился своему наставнику и просил его самый милостивый взгляд, образ, чтобы я запечатлел самый милостивый образ его перед своих глазах. Молился, молился, просил вот это вот. И знаете, что я увидел? Озарение пришло ко мне. Я увидел его очень строгим. Очень строгим. Он никогда так строго со мной себя не ведет. Ни одного строгого слова не сказал. Но я увидел его очень строгий взгляд на себя. И это тот строгий взгляд сразу высветил все грехи в сердце. Сразу же все стало ясно со мной. Кто я таков? Супер. Это сначала горький вкус вызвало, а потом сладкий. Я понял, что строгость является высшим проявлением любви. Люди сначала очень по-доброму относятся друг к другу, но если они любят друг друга по-настоящему, их любовь приведет к строгости взаимной. Они уже смогут честно говорить не по-доброму, а честно говорить друг к другу. Честные вещи. Это непросто. Поначалу не пытайтесь даже честно говорить друг к другу. Не пытайтесь. Это невозможно. Для этого нужно иметь достаточно силы любви. Но вот вывесить недостатки друг друга – это первый шаг к честности. Вывесить просто честно. Потому что часто человек скрывает, он не говорит о недостатках. Люди в невежестве сразу все недостатки выказывают друг к другу и постоянно на них указывают. С ненавистью говорят, ты гад такой, вот так я тебя устрою. Вот. Люди в страсти скрывают недостатки друг к другу. Не говорят. Если близкий человек скажет, что тебе не нравится, вот это. Нет, нет, мне все нравится. Но это обман. Просто обман. Но люди в благости опять начинают говорить о недостатках. Но с другой позиции. С позиции любви, а не с позиции неприятия. Это моя проблема, что я не принимаю твоего недостатка. Это моя проблема. Вот смотри, видишь? Неприятие 5 баллов. Возможность принять 1 балл. Это мои трудности всего лишь. Не твои. Когда человек чувствует, что так близкий человек говорит, он подумает, может быть, мне не надо быть уже таким неряхой. Вот как жене? Жене очень трудно принимать, что ботинки оказываются в разных комнатах, когда я прихожу с работы. Очень трудно. Жена очень переживает. Я раньше этого не понимал. Вот у нее этот недостаток на первом месте стоит. И она молится каждый день для того, чтобы принять этот мой недостаток. Так мне, может, лучше не разбрасывать их просто и все, чтобы она не парилась. Видите, раз и пришло в голову понимание. Благодаря вот таким усилиям внутренним. И так всегда у всех. Потому что мы часто недостаток свой не оцениваем. Вот часто женщина может эмоционально говорить мужу, его просто колбасит. А она думает, это его проблемы. Но когда он это нарисует на стеночке, очень эмоциональная речь. Принятие, не принятие на 5 баллов, принятие на 1. Вы подумайте, может мне как-то помягче себя вести? Человек старается, трудится, видит объем работы большой, уже 2 балла. Он уже как бы старается принять мою эмоциональность. Может мне помягче с ним себя вести? Поменьше эмоций? Выпускать из себя. Видите, трезвеет восприятие, трезвеет. Так воспитание в благости означает строгость с любовью. Строгость с любовью.